Обновленная реформа общественного транспорта практически на низком старте. Мэр Игорь Осабин рассказал, что автобусы для обновления автопарка уже выбрали. Это всем известные пазики, небольшие автобусы на метане. Предыдущие машины были белорусского производства с немецкой начинкой. Суровые условия эксплуатации выдерживались достоинством. В новых моделях Павловского автозавода все тот же слабосильный двигатель и устаревшая коробка передач. Да и дизайн салона особо не изменился. Экономичными характеристиками модели. Данные меры нам позволят сократить интервал движения автобусов в межпиковое вечернее время, а также значительно снизить затраты на топливо. Экоплотация автобуса марки ПАЗ среднего класса на метане показала нам экономию в 3,5 раза денежных средств по сравнению с автобусом большого класса на дистоплие. 35 новых автобусов выйдут на городские улицы уже в этом году. Они займут нишу на обновленных маршрутах. Транспортники активно взялись за оптимизацию маршрутных систем. Планированием занимаются специалисты из федерального центра. Им дано поручение закрыть старые, дублирующие и невыгодные маршруты и открыть там, где они очень нужны. Перед разработчиками поставлены задачи по внесению предложений по решению таких важных вопросов, которые уже достаточно длительное время по этим вопросам жителей обращаются. Это улучшение транспортной доступности и развитие маршрутной сети в жилом комнате и юбилеи. Также по улучшению транспортной доступности улицы Пушкина, Николы-РК на сети в строе. На сети в строе также предложение мы ждем по проспекту 60 лет октября. Улучшение и увеличение количества маршрутов общественного транспорта. Ну и конечно же по ряду других моментов, которые мы получаем от наших жителей. Сейчас общественный транспорт в городе контролирует единая диспетчерская служба. О передвижениях автобусов и троллейбусов можно узнать на сайте БАЗ-13. Буквально несколько месяцев назад к отслеживанию нужного маршрута подключились и российские цифровые сервисы. Однако цифровизацию транспортного планирования ждут очередные изменения. Совершенствование систем безналичной оплаты проезда, внедрение систем контроля и мониторинга пассажиров потока, что достаточно важно для планирования работы предприятий. И также будем продолжать действенность по развитию систем информирования пассажиров о работе общественного транспорта. Очередное повышение цен в городском транспорте назвали мерой необходимой. Сравнили цены во всем Поволжье и констатировали, что в Мордовии они пока самые низкие. Но объяснить подорожание все-таки попытались. Связано это со значительным повышением стоимости горюче-смазочных материалов, электричества и запасных частей. Соответственно, порядка 40-60%. Кроме того, на сегодняшний день уже увеличена стоимость по муниципальным контрактам более чем в два раза. В текущем году предусмотрено порядка 80 миллионов по муниципальным контрактам. В 2021 году эта стоимость ориентировочно была 36 миллионов. Также в текущем году предусмотрено субсидирование на покрытие совершенных затрат, связанных с налогообложением, с закупками на горюче-смазочные материалы и заработную плату. Повышение точно не затронет льготников. Количество поездок им сохранят, пусть и не в очень удобных автобусах. Более комфортные машины большого класса обещают закупить в 2023 году в рамках нацпроекта. Наталья Тюрина, Наш Новости.